Вхождение Башкортостана в топ-5 рейтинга агентства стратегических инициатив отметил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его словам, власти республики наряду с другими регионами-лидерами, не ссылаясь на обстоятельства, продолжили работу над улучшением инвестиционного климата, вели диалог с бизнесом и привлекали новых инвесторов. Сейчас на прямой связи со студией мой коллега Максим Окунев, который расскажет подробности. Максим, тебе слово. Да, здравствуйте, коллеги. Но вот только что завершилось, пожалуй, главное событие Петербургского экономического форума, пленарное заседание, в котором принял участие президент нашей страны Владимир Путин. Литмотивом его речи стала тема восстановления мировой и российской экономики вот в этот период, в период завершения пандемии коронавируса. По мнению президента, территориально этот процесс происходит очень дифференцированно и все зависит от мер противодействия вирусу. В России и ее регионах темпы восстановления ускоряются, что подтверждает интерес компании к реализации новых инвестпроектов. Так сегодня на полях форума глава Башкортостана Радихабиров подписал большое инвестсоглашение с руководством башкирской содовой компании. 20 миллиардов рублей направят на развитие производства хлора и каустической соды методом мембранного электролиза, обновив устаревшие технологии выпуска едкого натра на современные. Проект будет реализован с 2022 по 2026 годы. Во-первых, это экологический проект, модернизация, энергоемкий проект, то есть повышает энергоэффективность. Во-вторых, мы реализуем Минамакскую конвенцию, которая присоединила Российская Федерация о запрете до 2030 года использования ртути на предприятиях Российской Федерации. Чтобы узаконить предоставление налоговых льгот, также было заключено соглашение с предприятием «Салават Стекло». Предполагается реконструкция и техническое перевооружение объектов производства листового стекла. Объем инвестиций оценивается в более чем 3,5 миллиарда рублей, из которых почти 500 миллионов будут выделены по линии Фонда развития промышленности страны. Мы все-таки развиваемся, мы не хотим останавливаться на том, что есть, поэтому мы движемся дальше, становимся крупнее, растем. Поэтому это, как всегда, есть желание, еще драйв есть. Не иначе, как рывком и сенсацией, эксперты назвали улучшение позиций Башкортостана в рейтинге инвестиционного климата. Республика за прошлый год поднялась в нем с 9 на 5 место, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса и соглашение ОПЕК+. Принято три пакета антикризисных мер. 50 тысяч предприятий получили господдержку, сократили сроки постановки на кадастровый учет, снизили налоговые ставки для ряда отраслей, обнулили плату по аренде госимущества. Оказывается, помощь по выходу на зарубежные рынки. Увеличивается количество резидентов особой экономической зоны Алга, пяти территорий, опережающего социально-экономическое развитие технологических парков республики. Такая консолидация, такой очень тесный диалог с бизнес-сообществом позволил действительно не декларировать о мерах поддержки, о возможностях, а вот их буквально, говорю, в ручном режиме достаточно быстро осуществлять. И вот, ну, это действительно такая колоссальная была помощь, а самое главное, очень такая хорошая практика, которую мы, конечно, надеемся, что она останется не только в кризисные моменты, а станет нормой. Мы с этого года вышли еще более сильными. Этот год нам позволил укрепить те мостики доверия, те мостики взаимопонимания и дружбы, которая зародилась между властью и бизнесом. Если говорить о республике, это тоже очень конкретные, простые вещи. Мы приняли три пакета мер. Общая стоимость их в целом – 46 миллиардов. 55 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили реальную помощь в рамках реализации этих пакетов. Рейтинг с 2014 года составляет агентство стратегических инициатив. Тогда республика не входила и в двадцатку. Лучшие субъекты по состоянию инвестклимата определяются по 44 критериям. В их числе – регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Вот руководители бизнес-ассоциации также дают высокую оценку усилиям Башкортостана в формировании инвестиционной привлекательности. Опыт Ради Фаридович, например. Андрей Назаров, который был сопредседателем моим коллегой в «Деловой России» длительное время и прекрасно понимает, что бизнесу нужно. Я вижу, как меняется красавица Уфа, насколько это становится комфортным городом. И вообще бренд Башкирии, он сейчас заиграл совсем другими красками. Люди хотят и приехать, и посмотреть, и отдохнуть, и поучиться. Я поздравляю предпринимателей Башкортостана. А это прежде всего рейтинг инвестиционной именно активности. И желаю дальнейших успехов, потому что чем выше рейтинг, тем тяжелее двигаться дальше. Подводить итоги Петербургского международного экономического форума пока рано. Однако глава республики буквально несколько часов назад заявил о 120 миллиардах рублей потенциальных инвестиций, соглашения о которых были заключены как раз на полях этого форума. Коллеги, вам слово. Спасибо, Максим. Напомню, эта неделя ознаменовалась масштабным международным событием, экономическим форумом, который завтра завершит свою работу в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие представители деловых кругов ведущих стран мира. Продолжение следует...